МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Тишина соседей не беспокоит". Город-призрак под боком. Внимание, длинномер! Страхи владельцев киоска. Поселили в коробке. История подбитой птицы. Здравствуйте! В эфире программа деталей дня в студии Данил Кельдышевский. Начнем выпуск со срочной новости. В 2 часа дня на 56-м километре дороги Екатеринбург-Шадринс-Черноусова столкнулись школьный автобус и ВАЗ 9-й модели. От удара транспортные средства загорелись. В автобусе в момент аварии находились 12 школьников 14-15 лет. Кадры с места происшествия смотрите прямо сейчас. Что-то обочин. Надо швать это, но это все равно не будет. 51-й километр трассы Екатеринбург-Тюмень в минувшую ночь стал центром притяжения сразу трех иномарок. И все из-за невнимательности автомобилистов. Авария произошла около 6 часов вечера. Водитель Митсубиси Лансер двигался в сторону Тюмени. На перекресток автомобилист выехал на красный сигнал светофора и столкнулся сначала с «Опелем Астро», а потом с «Тойотой Королла». В результате ДТП пострадали два человека – пассажиры «Опеля». Это пассажирка «Опеля Астро», которая находилась на переднем пассажирском сидении. Ремнем безопасности была пристегнута. И ребенок 11 лет, который находился на заднем пассажирском сидении за водителем. В момент ДТП ребенок был пристегнут ремнем безопасности. По данным дорожно-транспортного происшествия проводится дознание. Нужен ли Заречному сити-менеджер? Этот вопрос на днях обсуждали горожане. Точнее, малая их часть – 23 человека. Именно столько зареченцев пришли на публичные слушания, чтобы принять или не принять городской устав в новой редакции. Главная перемена в документе – возвращение к одноглавой системе управления. Отказ от должности главы администрации. Отдать ли всю власть Думе и главе города или разделить ее между двумя городоначальниками? К общему мнению, горожане так и не пришли. 11 из 23 человек воздержались от голосования. Столько же высказались за перемены в уставе. Один проголосовал против. Это рекомендательное заключение будет передано в Думу. А уже депутаты примут окончательное решение. Добавим, действующий глава Заречного Василий Ланских изменения в устав поддержал. Городоначальник назвал должность сити-менеджера на уровне муниципальной власти абсурдной. И посетовал на то, что порой споры между главами мешают решать городские проблемы. Если Дума ошиблась в выборе этого человека, все дальнейшие потуги депутатов и главы городского округа изменить жизнь к лучшему без доброй воли администрации сходят на нет. В отсутствии доброй воли главы администрации возникает серьезный конфликт между ветвями власти, что идет в ущерб развитию города. Спас Крылатого от гибели. Зареченец Максим Булыгин приютил у себя в квартире голубя. Он нашел птицу на новом бульваре. Замерзающая от холода, она с трудом передвигалась. Молодой человек не смог пройти мимо и отнес ее домой. О врагах и ангелохранителях в сюжете Алины Мулояновой. Вот где-то примерно вот на этом месте, вот здесь вот он просто барахтался, крутился. Непонятно вообще было, что с ним. Максим возвращался домой с работы и заметил на снегу голубя. Он беспомощно махал крыльями и не мог взлететь. Голова у птицы была вывернута. Максиму стало жалко голубя, и он решил забрать его домой. На него еще, между прочим, покушалась кошка и собака. Но по счастливой случайности этот голубь пока еще остался жив. В квартире голубя встретили сразу два врага – домашние коты Максима. В птице они видят скорее вкусный ужин. В такой недружественной обстановке Максим для голубя стал настоящим ангелом-хранителем. На данный момент приходится очень внимательно закрывать всегда двери на кухню, чтобы, не дай бог, один из котов не проник на кухню, а то одни перышки останутся. Голубя Максим поселил на кухне. На время это место стало процедурной. Здесь молодой доктор измельчает таблетки, готовит лекарственные смеси. Научился этому молодой человек в интернете. Витамины группы В для поднятия иммунитета. Чтобы выяснить, правильно ли Максим ухаживает за голубем, мы обратились в клуб любительских объединений. Там содержат домашних животных и птиц. Работник клуба Ирина Остапенко подтвердила – Максим все делает правильно, и голубь, скорее всего, поправится. Вот только долго держать птицу в неволе нельзя. Только их потом нужно отпускать, потому что понятно, что их все время дома держать. У них свои привычки какие-то, особенности лучше подлечить его и потом отпустить. Максим пообещал нам отпустить птицу, как только та оправится. К лечению подошел серьезно. Закупил медикаментов и еды на несколько месяцев вперед. Алина Мулайнова, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. Шиелит – поселок-призрак. Его как бы нет, но люди там живут. Их немного, они лишены большинства благ цивилизации. Живут и надеются, что о них вспомнят и дадут им новые дома. Что станет шиелитом? И останется ли он на карте Заречного? Александр Кузнецов прошелся по руинам и готов поделиться деталями. Шиелит сегодня разделен на две территории. Так, где мы идем сейчас, желая. Здесь по-прежнему работает геофизическая экспедиция. Здесь же отстроены несколько новых жилых особняков. Но стоит пройти всего несколько шагов, и перед нами совсем другой шиелит. Территория разрухи и опустошения, где сложно встретить уцелевший дом и практически невозможно найти жизнь. Тамара Черкашина рассказывает об оставшихся жителях шиелита. Их немного. Напротив живут две небольшие семьи, а в соседний дом на выходные приезжают дачники. Большинство уцелевших домов пустует. Сама Тамара Андреевна приехала сюда 7 лет назад. Тогда в доме было централизованное отопление и телефон. Сейчас люди греются дровами, а связи с внешним миром напоминает только нерабочая розетка. Местных жителей эта женщина называет последними героями. Чтобы выжить, они запасаются дровами и водой. Раз в неделю выбираются в город за продуктами. Не хватает им в этой непростой жизни только одного. Вот знаете, все есть, кроме туалета. Если честно. Во что вообще сейчас поселок превратился? А ни во что, в груду мусора. И все. Там ничего нет, кроме мусора. Кругом все завалено. Летом ходить вообще непонятно. Зато, говорят местные, нет проблем с соседями. Потому что соседей нет. В 80-е и 90-е здесь жили около полутысячи человек. В основном сотрудники Баженовской геофизической экспедиции. После, в 2009-м, когда объявили о расселении, здесь остались жить всего несколько десятков людей. А горожане стали использовать руины поселка для свалки мусора. Здесь даже я видел некоторые машины, вместо того, чтобы на свалку ехать, они вон там в удобном месте подъезжают и все вытряхивают. Я подошел, что делать? Да мы загружаем. Видно, что они выбрасывали, чистили кузов. Но даже в грудах мусора и среди развалин жители Шиэлита узнают свои бывшие дома. Людмила Мельникова до сих пор помнит. Здесь на месте пустыря стоял дом бывшего начальника партии Юрия Аверкина. Напротив жила подруга Людмилы Викторовны Клавдия Шустова. Жилье самой Людмилы Мельниковой до сих пор стоит. Но большинство соседних домов разобрали, когда те стали ветхими. Из оставшихся вандалы до сих пор растаскивают доски и другие строительные материалы. Больно все это видеть, потому что здесь кипела жизнь, экспедиция работала. Здесь жили люди, поселок был очень красивый, яблони в цвету, у каждого в огороде были цветы. То есть вот идешь и глаз радуется. А сейчас вот имеем такую картину. Так что все это, конечно, очень печально. О том, что здесь до сих пор живут люди, напоминают только тропинки на снегу. Они ведут к очень многим домам, даже разрушенным. Смотря на все это, местные жители иронично шутят. Теперь для всех прохожих их улица носит не советское название Комунаров, а современная Рублевка. Люди надеются, что когда-нибудь и к ним придет цивилизованная жизнь. Шейлит чем-то напоминает сам Заречный. Он тоже строился как рабочий поселок вокруг большого предприятия. Вот только судьба его сложилась совсем по-другому. Шейлит сегодня поселок-призрак. Он есть на карте, но его нет в действительности. Вместо домов руины, вместо местных жителей – приезжие дачники. Картина, при взгляде на которую меньше всего думаешь о будущем. Будущие уши элита все-таки есть. Свалки обещают ликвидировать в этом году за счет средств городского бюджета. Участки земли по желанию отдают их владельцам под огороды и сады. Люди, поскольку будут там жить, естественным образом они и сами будут принимать участие в наведении порядка в поселке. Поэтому другого использования этой территории не предполагается. А вот отстраивать капитальные дома здесь не разрешают. Говорят, существует угроза подтопления. Поэтому через несколько лет вместо жилого поселка на этой территории появится общественный сад. Возможно, с тем же названием Шейлит. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня.